Друзья, привет! Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какая самая большая радость у родителей маленького малыша? Больше всего они рады тому, когда этот малыш хорошо поел и хорошо сходил. Аж до восторга бывает так, что родители рады. Так вот, когда мы с вами будем старенькими и немощными, такую же радость будет это вызывать и у наших детей, когда их родители хорошо поели и хорошо сходили. Потому что это есть показатель нормальной работы одной из важнейших функций организма. Так вот, давайте зададимся вопросом. Сколько раз нормально сходить для здорового человека? Замечали ли вы, что иногда или же очень часто после еды минут через 20-30 невыносимо тянет на горшок? Я вам скажу, что это нормально. Более того, он пытается избавиться организм не от того, что только что съели. Не нужно бояться, что это работа на унитаз. Он избавляется от того, что было съедено в предыдущий прием пищи. То есть, природа сделала так, что зачем дважды включать волну перистальтики, которая продвигает пищу по кишечнику. Если он ест, она включает перистальтическую волну, и она тут же по ходу дела выталкивает, чтобы было накоплено с прошлого раза. И это нормально. И такая волна включается каждый раз, когда вы что-то едите. Волн этих, как говорят физиологи, бывают от 3 до 5. И длительность приблизительно 12-17 минут. Так вот, исходя из этого, мы можем предположить, что количество походов на горшок должно равняться количеству приемов пищи. Да, иногда бывает перебор. В каких случаях? Если вы утром встали, и ваш организм уже все переварил, и он уже готов к опорожнению кишечника, тогда до завтрака приходится пойти опорожниться, потом поели, и он еще раз может попросить, такое тоже бывает. Поэтому на вопрос, сколько раз в сутки человек должен опорожнять кишечник, можно сказать, столько раз, сколько поел, а иногда еще плюс один. Вот это будет правильная формула. Но такое правильно бывает не всегда. Скажите, пожалуйста, кто из вас нюхал слезоточивый газ? Я не призываю к тому, что бегом тут же его испробовать на себе. Но если вы заходили в туалет после человека, который ходит раз в сутки или раз вдвое, вот какие-то подобные ощущения. Более того, после человека воняет сильнее. Именно воняет, потому что запахом это назвать трудно. В чем дело? А дело в том, что вся эта дрянь гниет и разлагается в кишечнике при температуре тела 36,6 градусов. Естественно, вот такой мощный парфюмерный букет есть следствие этой всей вещи. Почему такие проблемы у людей с желудочно-кишечным трактом? Первая причина, ну или одна из причин, это неправильная еда, которую мы едим. Мы едим слишком мягкую, слишком рафинированную, слишком жидкую пищу. Мы отучаем нашу перистальтику проталкивать пищу по кишечнику. Это пагубно сказывается, потому что организму это не нужно, и он начинает от этой способности избавляться. В итоге наш наполовину мышечный орган, то что есть кишечник, превращается в простую гладкую трубу, которая способна только воспринимать гладкую пищу. О проталкивании, скорее всего, речи даже уже и нет. Обращали внимание, например, на тот факт, что когда вы едете за город, спросите, сколько людей едят фистал до, во время и после загородного пикника. Дело в том, что привыкнув к такой пище, переварить нормальных пару-тройку шашлыков, они уже не в состоянии. Они вынуждены помогать, чтобы все это выходило чуть ли не самотеком. Это напоминает ситуацию с обычной трубой водопроводной, которую скрутили, хотя бы в трубкой по спирали, длина ее, скажем, метров 8-10, и вы наливаете с одной стороны жидкую кашу. Каша не вытечет. Вам нужно будет наливать еще 2-3 стакана дополнителя, для того, чтобы она вытекла самотеком. Вот практически так желудок и работает. С самотеком. И, скорее всего, когда эти люди ходят на горшок, они ходят не тем, что съели в прошлый раз, а тем, что съели в паза в прошлый раз, или в паза в паза в прошлый раз, и так далее. Естественно, что запах будет соответствующий. Еще один вопрос относительно пищи. Когда мы часто и по чуть-чуть едим, надо это знать, мы опять-таки убиваем наш желудочно-кишечный тракт. Дело в том, что частый прием пищи по чуть-чуть, он облегчает процессы пищеварения, усвоения. Естественно, никто с этим не спорит, но это хорошо для больного человека. Когда он лежит после тяжелой операции или после автокатастрофы, ему нужно выкарабкиваться, и поэтому ему нужно экономить силы, ему нужно экономно их расходовать. Поэтому процесс приема пищи усвоения ему нужно облегчить максимально. Это нормально, я это приветствую. Но зачем это нужно здоровому человеку? Вот скажите, зачем здоровому человеку облегчать жизнь? В частности, зачем облегчать жизнь его желудочно-кишечному тракту? Он же приучается, принимая пищу маленькими дозами, переваривать не больше, скажем, 100 грамм. Ну, 8 раз в день, ну, по 100 грамм. А не дай бог потом вы ему нагрузите полкило шашлыка, или полкило более тяжелой пищи, чем коктейли. Как же желудочно-кишечный тракт будет справляться? Я не говорю о том, хорошо это или плохо. Дело в том, что наши предки не ели регулярно. Первое, второе, третье и компот, это последние 100 лет появилось, до того все народы голодали. И до того они ели, когда придется. Иногда ели много. И наши организмы из-за этого научились много съедать, много переваривать и откладывать про запас самое ценное. И вот этот механизм уметь много съесть, уметь много отложить, он в нас присутствует. Речь не идет о том, что нужно мало двигаться или убегать от физического труда. Ни в коем случае. Речь идет о том, что механизмы переваривания и усваивания пищи, это тоже нуждаются в тренировке. Я призываю к тому, чтобы вы отнеслись к процессам еды и пищеварения тоже как к функции, которую также необходимо тренировать. Это очень облегчает жизнь. Когда вы едите 5 или 8 раз в день, поверьте, вы становитесь рабами своего режима питания. Вам нельзя пропускать, вам постоянно нужно что-то иметь под рукой и тому подобное. Когда вы едите раз в день или 2 раза в день и в неопределенное время, это свобода. Это свобода, которую может себе позволить только здоровый человек. И естественно, что опять-таки выбор за вами. Кому, кому, что ближе. Мне ближе иметь вот такую свободу. Поэтому меня не напрягает наличие еды в шаговой доступности. Абсолютно. Я думаю, что образ жизни наших предков не во всем был идеален. Но мы вынуждены, мы вынуждены чуть-чуть его хотя бы соблюдать только по одной причине. Все наши физиологические и функциональные особенности были созданы и развивались с учетом именно того образа жизни, которым жили наши предки на протяжении десятков и сотен тысяч лет. Если мы сейчас резко от них откажемся, это будет пагубно для нашей всей физиологии. Еще на что надо обратить внимание. Наш кишечник на протяжении многих десятилетий он малоподвижно лежит свернутым особым образом внутри нашей брюшной полости. То есть он неподвижен. Из-за того, что мы ведем малоподвижный сидячий образ жизни, все это по чуть-чуть утрамбовывается, все это по чуть-чуть притирается, все это по чуть-чуть прилипает одно к другому. Появляются зоны явного застоя. Потом там развиваются хронические недуги всякие, а мы их пытаемся лечить. Так вот, самым решающим фактором можно признать специальные упражнения для активизации перистальтики. Это очень похоже на массаж или на самомассаж, можно и так. Суть упражнения в чем? Это втягивание живота, втягивание выпускания, втягивание выпускания при разных положениях туловища, с разным наклоном и в разном темпе. Как только вы начинаете шевелить своим кишечником, устраиваете ему целенаправленно массаж, у вас тут же активизируется работа желудочно-кишечного тракта. В студиях я регулярно спрашиваю, вопрос звучит дословно так. Скажите, пожалуйста, у кого из вас после начала регулярных занятий активизировалась работа желудочно-кишечного тракта? Почти 100% поднимают руки. И особенно такое замечание нравится, когда после начала занятий люди говорят об ощущении, как будто бы они выпили слабительное. Первую пару-тройку дней такое бывает. Это очень хороший показатель того, что кишечник стал самоочищаться. Поэтому можно, перефразируя классика, сказать, что у человека взгляд должен быть ясный, душа должна быть светлая, а кишечник должен быть чистый. Здоровья всем! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok